Ну что же, дорогие друзья, еще разочек всем доброго вечера. На этом небольшом выступлении я бы хотел обратить ваше внимание на одну очень интересную вещь. Потому что есть такое поприще, как анимация персонажей. Это, можно сказать, отдельная ветвь в развитии компьютерной анимации, которая с 90-х годов по сей день развивается невероятно стремительно. 3D Max, положу руку на сердце, никогда не был передовой системой в этой области. Есть система более предназначенная. Но Max, как любой универсальный продукт, умеет и неплохо умеет анимировать любых существ. И вот сейчас я немножко расскажу вам об истории этого явления. Ну, имеется в виду именно глазами 3D Max. Раньше мы заговорили о таком серьезном мероприятии, как персонажная анимация, то нельзя не заметить, что в Max есть куча разных способов, как ее анимацию персонажную выполнять. И можно сказать, что таких главных способов в Max есть 3. Это Костя, так называемая, это BPT Физик, и это Кэт. Вот у нас читается курс по анимации персонажей, скоро у нас начинается очередной его заход. Так, вот люди говорят, не видно. Извините. Ага. Так, 5 сек. Сейчас еще разочек посмотрим. Шоу-скрин. Сейчас видно? Уважаемые вебинаристы, виден ли вам мой экран? Напишите мне. Кто-то говорит, слышно видно, кто-то говорит, не видно. Сейчас видно. Так, ну все. Тогда я, с вашего позволения, продолжаю уже всерьез, а точно как-то расключаться не можем. В общем, в чем суть? В Max разработчики в каком-то смысле перемудрили. Они сделали 3 способа, как анимируют персонажей. Я вам про них про все расскажу, вы сможете попробовать своими силами. Если вы чуть разбираетесь с анимацией, у вас не будет больших проблем заставить двигаться живое существо, даже без всякого курса. Вот первый способ называется BOMS. Костя. Собственно говоря, это самый традиционный способ, как анимировать живое существо, которому уже 100 лет в обед. Сейчас он не рассматривается как главный. То есть у нас в нашем курсе одно занятие посвящено новой линейке. И надо сказать, что по-своему способ хороший. Почему? Он позволяет тебе вручную создавать любые скелеты и вручную задавать зависимость поворота костей, движения костей от так называемых управляющих элементов. Сама идея костей в том, что у вас есть некие специальные детальки, вот это и есть кости, которые образуют скелет. Вот если вы немножечко разбираетесь в Максе, друзья, то вам не составит сложности найти в нем кнопочку, которая называется создание системы. Systems. И там есть команда bombs, кости. И вот если мы хотим нарисовать, допустим, ну, скажем, руку персонажу, вот представим, если здесь у нас позвоночник, вот это вот у нас плечи, кость, шея. И вот мы хотим, чтобы у нас вот персонаж мог двигаться рукой. А из чего состоит рука? Это ключица, кость до локтя, кость после локтя и ладонь. И вот мы так и рисуем ключица. То есть просто щелкаем мышкой и рисуем кость. Рука до локтя, рука после локтя, ладонь. Вот такая структура. Это у нас будет рука. Если мы посмотрим в конце, есть так называемый терминатор, то есть финальная кость. И по умолчанию на кости действует так называемая прямая связь. То есть мы можем каждую кость двигать, и это приводит к тому, что следующая после нее кость тоже перемещается. Можно кости вращать. Вот такой способ пониматься. Когда, допустим, что персонаж помахал рукой, ты должен нажать автокей и в какой-то там кадр перейти, и там поднять руку наверх, распрямить эту кость, распрямить ладонь. Вот. А чтобы рука пошла обратно, ты опять должен все кости повернуть. И вот я получил, наконец, анимацию вот такого волнообразного движения руки. Вот этот способ самый древний, и сейчас его почти неделю не может уже встретить, ну, кроме каких-то редких-редких случаев, когда это оправданно. Чаще применяется, если уж использовать кости, то такая вещь, как анимация с помощью солверов. Солверы – это автоматизация для костей. То есть если мы, например, возьмем косточку около ключицы, и повесим на нее так называемый солвер к history independent, и укажем кость в ладони в районе руки, в ладони. Но тут возникает вот такая странная ниточка. Это солвер. Он помогает нам анимировать руку персонажа. То есть теперь мне достаточно двигать крестик, вот этот, и рука будет сама сгибаться в ладони. Вообще создание костей в таком виде требует довольно серьезных усилий именно по их оснащению. Давайте я вам покажу учебного персонажа, которого вы создадите и настроите костями на нашем курсе. Там оправданно применение костей, потому что персонаж необычный, и, например, ему не надо ходить. Сейчас вы поймете, почему. Персонаж выглядит вот так. Как видите, это вот такой очаровательный цветочек. И цветочек умеет под музыку танцевать. У меня даже музыка играет сейчас. Ну, я загрузил в 3D Max дорожку. И получается вот такая прелесть. Ну, сейчас музыку не слышу. Вот, и он под музыку вот так вот сует. За счет чего это вообще происходит? Ладно. Избавлю вас от витриньками. Смотрите, сам персонаж, естественно, и не думает на цель. То есть все персонажные сцены построены таким образом. Есть оснастка в виде костей. И есть сам персонаж, на который применен специальный модификатор. Вот, в данном случае персонаж, цветочек вот этот, который я благополучно спрячу. Вот это вот его скелет. И именно его и придется создать. Заметьте, кости здесь собраны в две руки. Вот те самые солдеры. То есть, чтобы персонаж помахал рукой, мне не нужно двигать всю кость. Достаточно взять крестик вот этот вот и подвигать его. И вот персонаж уже приметливо машет на ладошку. Но самое интересное, это штука, так называемая крутилка. Ее довольно сложно сделать. Крутилка нужна для того, чтобы при включении команды поворота мы могли повернуть ее. И тогда в движение приходят пальцы. То есть для того, чтобы персонаж сжал водой или как-то вот так что-то поделал пальцами, нам не нужно анимировать каждый палец. Крутилка готова прийти на помощь. То есть при таком подходе анимация танца уже намного проще. Я могу вот так сгибать ладони, а вот так двигать ее туда-сюда. А что касается позвоночника, тут тоже необычный солдер, называется сплайновый солдер. Тут, как видите, три точки. Одна управляет головой, а следующая точка управляет, может, как поясница, плечами, 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 плечами. Так можно проанимировать всякий гибкий персонаж, допустим, змею. Но, тем не менее, вот эта анимация с помощью костей, она до сих пор встречается. Очень часто и персонажи для компьютерных игр анимируют. Так анимируют все, что не типовое. Но для типовых ситуаций решение, конечно, уже другое. И вот мы от технологий 90-х годов, на самом деле 90-х годах, вот это было порывом, вот представление о том, как можно вообще делать анимацию. Но потом, конечно, будет захотеть больше, потому что с этими костями оснастка, то есть создание плоскелета, занимает кошмарный объем времени, особенно если ты это делаешь в короне. Хочется готового решения. И вот если мы с вами переключимся, на следующую страницу моего выступления, мы увидим технологию, вот если та технология с костями, это было конец 90-х, то это начало 2000-х. Ну, она как раз появилась в конце 90-х, но в 2000-х охотно использовалась. Так называемый бипет, двуногий. Сейчас это считается устаревшим решением, и, кстати, оно менее популярным, чем кости. Потому что кости, они, конечно, примитивные в дальнейшем, но они универсальны. Ее можно как чертовый свет поанимирать, если в тебе хватит терпения. А бипет, это решение получилось очень нишевым. Но это был первый такой серьезный прорыв в область анимации персонажей с какой-то разумной автоматизацией. Сейчас его меньше используют, чем альтернативный вариант. Но тем не менее, что такое бипет. Там же в шестеренках у вас есть система бипет. Переводится как двуногий. Идея бипет в том, что вы можете нарисовать готовый скелет. Ему можно задать определенную высоту через настройки так называемой фигуры. Вот у него есть полноценная настройка фигуры. В этой настройке мы с вами видим параметры, его структуру. Например, высоту, там, метр восемьдесят можно сделать. Можно ему отрегулировать количество пальцев на руках, на ногах. Для анимации, как правило, хватает одного пальца на ноге. И он должен быть без отдельных линков. То есть вот такой. И его можно командный масштаб просто сделать побольше. То есть если у вас персонаж одет в сапоги, то, как правило, хватает для создания его дизайна вот таких забавных штучек. Это просто кусочки ботина, чтобы они подгибались при ходьбе. Ну и, конечно, пальчики на руках. Если по какой-то причине нужны все пять пальцев, если по какой-то причине должны иметь несколько суставов, то можно все это добавить. Но идея бипеда не в том, что вы его легко создаете, хотя это тоже, вы скажете, бесполезная отмеченная функция. Идея в том, что он относительно легко и не метрится. Бипед может умереть с тремя функциями. Во-первых, напрямую. Тут, кстати, даже, ну это сделано прям чудовищным выводом, но тем не менее есть так называемые слои анимации. Надо сказать, сейчас вся анимация, она держится на слоях. То есть у тебя есть понятие layer со слои. И ты видишь, что у тебя есть один слой оригинальный, ты можешь добавлять новый. Ну, бипед создавался в 90-х годах, у него нет даже окошка со слоями, где они все были видны. То есть я, создавая новые слои, вынужден между ними переключаться. Ну и вот, допустим, если я беру некий первый слой, то я могу в нем сделать простую, это называется прямая анимация. Это как понимаете, прямая? Ну, вот так и понимает то, что вот у меня есть какой-то отрезок времени, я могу нажать автозапись анимации и напрямую его проверить. Например, взять ладошку и заставить его с нами поздороваться. Как видите, здесь работает обратная кинематика. То есть для того, чтобы персонаж двигался, тебе не нужно с обратной стороны заходить с плеча. Можно заходить сразу с ладони. Можно бедра повернуть, как будто он к нам. Только не бедра, естественно, а позвоночник. Бедра, пускай, стоят на месте. Голову довернуть. Поскольку это делается автокеем не в нуле, а в 39-м, то, естественно, это может быть записано как анимация. Но в нуле мне нужно было тоже положение обозначить. Вот теперь голову повернувшись. А в нуле, например, позвоночник будет повернут вот так, а рука будет опущена вот так. Тут свои правила так называемого кейфрейминга. И вот теперь мы получили движение персонажа. И можно дальше что-то махало на воду. Но больше похоже на фейс-пал, не знаю. Извините. Давайте вернем его вниз. Интересная затея с битами. Это возможность генерации походки. Надо сказать, потом, ну, после того, как переосмыслили систему битами, уже стало понятно, что из нее люди выросли, этот механизм сделали еще интереснее. Но здесь, заметьте, команда, вот она, походка, она почему-то выключена. Дело в том, что в одном слое не может быть одновременно и походка, и производная анимация. Именно поэтому я сделал анимацию в дополнительном слое. Если я вернусь в базовый слой, нулевый, я вижу, что походка футстер активирована. И я могу создать цепочку следов. Это можно сделать, например, вот таким незатейливым образом. Допустим, 10 следов. Окей. И вот персонаж у нас готов куда-то идти. И теперь он пойдет, как только я нажму кнопку прописать ключи анимации. Вот он пошел. Это вот анимация данного слоя. На него сверху можно наложить анимацию других слоев. И последовательно или параллельно их между собой смешивать. Вот, кстати говоря, он, видите, идет. И поскольку на него наложен дополнительный слой, который я вначале создал, да, он, как видите, помахал нам ручкой, потому что анимация совместилась в этом слое. И пошел по своим делам. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть такое чудо, которое и проложило дорогу в мир такой же современной хм-анимации. Это всякие разные системы захвата движения, motion capture. Motion capture позволяет с реальным актерам записать движение. Они записываются в специальных форматах, например, BHE. Их потом можно загружать, в том числе и в эту систему. И если мы, например, создадим еще один слой. И я в него хочу загрузить трек анимационный. Я нажимаю load file. И, как видите, могу загрузить BIP. BIP – это его собственный формат анимационный. Тем не менее, из библиотеки под него можно открывать не только BIP, можно и STP открывать. Это уже более такой формат, я бы сказал, общий пример. Вот есть у нас коллекция движений. Ну и вот, например, я возьму dancing, танцы. Что-то все любят, как у нас. Он просто сказал, что в старом формате сохранено, но против он ничего не имеет. И вот теперь персонаж танцует пресс. Но анимация загрузилась на протяжении огромного отрезка временного. А мне она нужна с кадра номер 150. Помните, я там еще проверил, когда он заканчивает свое прохождение. Вот ему не нравится то, что у нас вышел за предел отсечки. Ладно. Киш-киш-киш. Так, что ли? Ну, вот другое дело. Ну, если посмотрим результат, у нас вот все слои сейчас... А, ну да, естественно, я был. Я загрузил его как единственный слой, прошу прощения. Я потерял предыдущую анимацию, надо было им тоже сохранить как слои такие. Ну, ты сейчас подвинул ему часть ключей. Как забавно смотрится. Бедно. Но сама по себе система БИП, ее применяли, более того, даже некоторые фильмы старые, та же история игрушек, старенькие, опять же. Но делалась эта система. Ну, не могу сказать, что БИП уже тогда вызывал большие восстанавливания. Но, тем не менее, он более рабочим. Хотя, видно, что он сделан, как говорится, профессиональные программисты для профессиональных программистов. То есть, никакого удобства интерфейса, ничего такого там близко не стояло. Поэтому мы можем с вами перейти к самому приятному. Система CAT. А вот это уже современная. CAT – это система, которая присутствует еще начиная с довольно старой версии, с 11 версии Макси. То есть, ей больше 10 лет. И, тем не менее, несмотря на то, что тоже выдают, эта система уже вызывает вполне заслуженное одобрение. И вот с ней, смотрите, как очаровательно все работает. Система CAT создается немножко по-другому. Извините, друзья мои. О, мне принесли красивый сертификат. Дмитрий Эков. Извините, называется, хаос-группа. Из-за лицензии трейдер. – Здравия? – Да, спасибо. Это мне прислали из Автодеска. Друзья, у меня специально такой красивый сертификат, что я инструктор компании хаос-групп. Поверей. Но у меня уже есть такое, на самом деле. Это просто по-новее. А, смотрите, этот с этой, с голограммочкой красивый. Ладно, постараюсь не понять. Спасибо. Итак. – А когда жалели? – Да. – Высокое жалели. – Да, да, да. Надо тоже на сайте послугиваться. Ненезапно получилось, но приятно. Еще не скажешь. Так вот, я вернусь к мысли. Смотрите. Система CAT работает чуть по-другому. Она живет в системе так называемых воспомогательных объектов. И есть так называемый CATPay. Родительский объект CAT. Чем CAT покорил сердца пользователей? Он создает любые скелеты. Дракона, кентавра, многоножки, паука. И он делает очень легко. С любым количеством конечностей. И если не умеешь их создавать, то вот тебе готовые скелеты. Вот, например, я возьму Лиза, ящерица. Вот, пожалуйста, такая ящерица. Две вещи, которые покорили пользователи CAT. Первое – это готовые скелеты. И, как видите, у них есть так называемые площадки. Которые позволяют анимировать любые действия. У них хорошо настроены взаимосвязи. Отлично работают все суставы. Сейчас, как видите, она позволяет им бесконечно свои конечности. Но это потому, что я не нахожусь в режиме анимации. Я нахожусь в режиме формирования скелета. А как же ее заставить что-то сделать? Вот тут уже намного лучше. Есть так называемые слои. И я могу добавить так называемый абсолютный слой. Абсолютный слой позволяет ее анимироваться. Ну, как это и было в предыдущем примере. То есть я могу поставить любимую форму палку. Заставить ее, ну, допустим, как-нибудь там поджаться чуть-чуть. Тот самый обычный анимации, чем хорош КЭТ. Кстати говоря, в нашем новом переработанном курсе на КЭТ выдается аж практически 50% всего времени учебы. То есть мы очень сильно сместили сейчас приоритеты и КЭТ, это, да, КЭТ сейчас является топовой темой. И сейчас уже нету освоения других тем, все упирается в КЭТ. Но действительно, просто по современному опыту все остальное нужно просто, чтобы лучше понимать, как КЭТ работает. Смотрите, если я, допустим, в пятнадцатом кадре застану там их приподняться, что сделал такое удивленное. Анимация будет прописана, если я буду создавать ключи анимации, так это прописывается как статика. Вот я нажимаю режим анимации, и теперь я могу ее иметь. Тоже есть режим фигуры, режим анимации, был режим фигуры, вот сейчас режим анимации включен. Вот я уже в режиме анимации ее как-то анимировал. Тут уже создаются анимационные ключи. Будет у нас как кошка. Подкачься. О! Естественно, можно и поворачивать кости. И при повороте, кстати, очень толково она работает. То есть она поворачивает не только саму голову, а и последующую кость. То есть видите, вся шея приходит в движение. Но, конечно, очаровательно здесь даже не вот этого. Хотя это, конечно, очень круто, потому что здорово. С хвостом тоже интересная тема. Я так выделил несколько секций. И хвост вот так у тебя может загибать. Сейчас мы так и сделаем. А совершенно другая параметрическая механика. И я выбираю кадр, с которым она должна перейти к другому действию. Допустим, 30. То есть тут надо выбрать, в какой момент будет подхватывающим. И создаю новый слой, который называется catwalk. И этот самый catwalk – это слой, который позволяет ей бежать. Сейчас мы посмотрим. Вот настройки ее анимации. Я нажму play, и я увижу, как она вот так вот по месте ползает. Это взяло для того, чтобы я мог отрегулировать ее управление. Например, как долго по времени каждый шаг длится. Какие длины у шагов. Длинны у шагов. Это все, кстати, анимируется. То есть можно было так, что сначала шаги были коротенькие, а потом она разбежалась бы, и шаги были длинные. То есть можно с AutoCame задать разные значения здесь. И лимфаза вам понравится, друзья. Это фаза по времени движения. Например, если я поставлю их все в одну точку, то она будет выглядеть вот так. А если я поставлю их асинхронно через одну, то она будет бежать вот так вот. Ну а, естественно, две вперед, две назад. Получается так. Или так. Можно разные походки делать, можно сохранять. Более того, можно указывать, как какая часть ее движется во время походки. Насколько, скажем, у нее голова раскачивается. Насколько у нее бедра гуляют. Вот Head Group Head Twist, например. Ей прописан небольшой твист головы. То есть у нее голова чуть-чуть шея выкручивается. Если мы увеличиваем скейл, опять все параметрическое. Видите, теперь голова начала сильно в лево-право мотаться. Если я Reset сделал, меньше. Уменьшил. Голова вообще перестала мотаться. Это уже едино, понимаете, мультик. Ну вот практически не мотается больше. Вот теперь голова. Ну, как бы она покачивается. Это уже другой параметр. Но не мотается. Вот опять будет мотаться. Вот будет слизистым мотаться. То есть эту походку можно сохранить как шаблон. И потом использовать несколько шаблонов одновременно. И теперь, как сделать так, чтобы она сначала стояла, а потом бежала. Тут есть понятие Global Weight. Главный вес данного слоя. То есть если вес равен нулю, значит слой не работает. Вот она стоит на месте. Но если вес плавно возрастает, то есть, допустим, я говорю, давайте в 25 кадре. Вес будет равен нулю. А вот, скажем, в 30, в 35 кадре вес будет равен 100%. И теперь у нас нарастает походка с 25 по 35. То есть сначала она стоит на месте, а потом она вот так вот начинает бежать. Но постой, она же бежит на месте, да? Никуда не хочет бежать. А это можно решить вопрос. Например, можно войти в настройки ходьбы. Она пока почему на месте бегает? Потому что это тест специальный. То есть что тебя отладит походку, лучше бы она бегала на месте. Ты же, когда замучаешься, за реками куда-то сюда дернется. А от нас зло убежал один в день. Поэтому вот он, волк он спор. А вот волк онлайн. Волк онлайн. Что-то я подумал. Сдох мог. Вот она побежала. И как она прыгнула-то, зараза. А это потому, что у нее точка перемещения неудачно встала. Ее можно будет передвинуть. И мы с вами ее отрегулируем более правильно в положении. Там в самом начале неудачно, видать, получилось то, что она не там оказалась. Так, мы с вами видим, как получилось. Так, слой у нас отключен. Включен, замещен. Также есть настройки, например, соло, для того, чтобы посмотреть только один слой. И гнор, для того, чтобы отключить слой, и чтобы он не воспроизводился. И вот так слой за слоем мы накладываем анимацию, одну, другую, третью, четвертую. Заставляя персонажа вытворять все больше и больше действий. Также у нас с вами есть возможность интересная. Заставить любого персонажа бегать по сложной местности автоматически. То есть без необходимости как-то управлять им вручную. Но тут потребуется сначала создать пустышку. Так называемый дамя. Давайте я сделаю дамю. Вот. Это будет всего лишь приманка для ящерицы. Вот пока приманка стоит на месте, ящерица тоже будет стоять на месте. А вот если дамя куда-то побежит, допустим, вот так вот, раз, да, стоит на месте, то снова ускорится. Оп. Вот теперь ящерица будет обязана гоняться за этой переманкой при условии, что мы у ящерицы. Сейчас будет весьма забавный эффект, конечно, сразу он не будет смотреться. Правильно я его сомневаюсь. Если мы в настройке походки скажем, что у нас походка идет не волк онлайн, а с помощью паснода, то есть с помощью некого объекта. И вот что он надумал, видите, он надумал теперь бежать вот так. Согласитесь, необычный способ перемещаться, даже для ящерицы. Это связано с дамей, то есть у дамы его продольная ось нужна. Я могу дамю вот так переориентировать в любую сторону, и ящерица поймет, что теперь нужно ходить вот так, или ходить вот так. Ну и вот теперь мы получили, наконец, походки хотя бы. Победал хвостом и побежал. Видите, с разной скоростью. А понимаешь, что лапки надо переставлять помедленнее здесь, то побыстрее. Можно было двуногую переставлять, просто куда более банально, чем я считался. Но, а как насчет неровности? Ну давайте сделаем неровности. Я нарисую плейн. Это будет песочек у нас. С вашего позволения не буду, чтобы какую-то текстуру там заливать. Думаю, так будет. Забавляем. И сделаем у этого плейна побольше сегментов. С помощью модификатора НУИС, я уверен, вы знаете, по существованию такого модификатора, я задам ему некоторую большую неровность с очень плавными такими волнами. Давайте доставим его, как-то по интересному. Ну вот так. Я думаю, вполне себе ничего будет. И, конечно, вот вначале нам придется ее поставить на плейн ровно. Я предлагаю что сделать? Чтобы не усложнять сейчас жизнь, давайте возьмем межселект и выделим часть плейна. Вот эту. Где ей бегать придется? А то мне не хочется начальное положение как плейн приводить. Каждую площадочку подвигать на логу и ножки. Это не активно сложно, но я лучше пойду еще по более простому пути. Я сделаю вот так. Теперь у нас плейн изогнулся только в определенной нужном части. Вернемся к ящерцу. У нее в настройке ходьбы есть еще одна очаровательная вещь, которая называется пик граунд. Указать землю. Эта опция всего лишь считывает любой объект. И ничего сложного не делать. Вот эти площадочки, видите, да? Вот эта площадка, откуда она ловко наступит. Это как следы убегида, только они управляются в 100 раз лучше. Оп. И открыл по граунду, и система сама их расставила так, чтобы они шли по земле. И что мы с вами получили? Я думаю, вы уже догадываетесь, друзья. Есть нажат play. Ящерица, отлично. Вот в конце она закончится анимацию, да? Потому что, чтобы не было этого глупого, такого, ну, в конце танца на месте, надо вот здесь, когда она дошла, заглушить глобальный вес у этого слоя. То есть вот она дошла до конца, и вот мы глобальный вес поставим ноль. Глобальный вес-то, по сути, означает... Вот только она, естественно, сбрасывала с начальностью свое положение. Но вот это положение заново сочетается. Ладно, бокс. Сейчас не буду усложнять себя. И что мы получаем? Play. Ну, ящерица замечательно лезет по этому ланшеру. Вот можно включить high-quality режим. Тень была видна. И мы видим, что тень у нее безупречно длится... ложится на землю. Ну, вот это вот, друзья мои, что касается анимации в CAT. Но, а как быть, если нам нужен реальный персонаж? Ну, давайте возьмем файлик один и еще. Только сначала я хотел бы чуть-чуть рассказать самая идея, с чем заниматься персонажем. Три этапа. Сначала создается скелет. Ну, видимо, как делается. Потом он привязывается к 3D-модели. То есть есть некое тело, которое тебя не работает. И потом ты выполняешь анимацию. И вот мы как раз видим систему CAT, как у него скелеты выглядят. Паук тоже шикарен, кстати. И что очень здорово, опять с подальгами, которые я сам не нервовал, у каждой кости, которую ты взял, есть зона влияния. И точки можно перепринуть. Тем самым ты нужную часть тела делаешь. Зависимо от этой кости. Также в руки персонажа можно вложить, например, автомат. Притом, если потом ты двигаешь сам автомат, то руки двигаются за ним. То есть тебе не нужно руками двигать автомат. Достаточно автомат взял, прижал к плечу, и руки сдвинулись так, чтобы держать его корректно у плеча. Это очень удобно. Ну и, конечно, да, слои анимации, работа с motion capture, тоже можно брать готовые записи анимации. Это позволяет очень сложно анимации выстраивать. Прямо вот онлайн или тут. Ну, чтобы не быть голословными, покажу вам еще один пример, друзья, время позволяет. Я возьму еще одного персонажа, которого вы будете анимировать в курсе. Это вот такой смешной почтальон. И создам кэтовский скелет. Просто вы поняли, насколько удобно делается анимация. Я создаю кэт-перент. Пока рядом с ним, с персонажем. Ну и сейчас мне это время не свой скелет делать, хотя это, кстати, очень несложно. Тем не менее, я возьму персонажа, который называется, ну, допустим, game character. Игровой персонаж. Вот такой маленький смешной почтальон сейчас. Но в настройках любого персонажа есть понятие масштабность. Масштабность позволяет переносить с маленьких персонажей на больших любую анимацию. То есть тебе не нужно масштабировать его, тебе нужно именно менять масштабность с помощью рейтера. И вот сейчас мы видим с вами, как моделька у нас встроилась. Осталось только придать ей так называемую Т-позу. Т-поза – это когда у тебя скелет стоит с широко раскрытыми руками в сторону. Вот можно сделать одну руку ему. Сейчас, конечно, мы не можем позволить сделать очень долгую подгонку. А хотя это, конечно, надо было. Поэтому, видите, у нас требуется некоторое... Наверное, заметили, да, что я прям как-то пальцы контролирую по одному. Там есть несколько кнопок на клавиатуре, которые позволяют переключать структуру вперед-назад. Ну вот я руку подогнал, ногу тоже вроде подогнал. Вторую руку. Как нам подогнать вторую руку? Вот мы находимся в настройке скелета. Если я возьму, выделю всю руку до конца. Вот она. Есть команда копи. Можно же выделить плечо, сказать, скопировать и вставить оппозитор. Что за ерунда? Ну, дорогой. Давай копи. Левт. Теперь давай рай. Не хочешь? Инферия. Ну ладно, ничего сказать. Что-то я так люблю. А, ну прямо здесь, поиск, надо же. Ну ладно. Да, ладно, ничего. Мне казалось, это очень легко сделать, но что-то я чуть-чуть, видать, потопил. Ой, извините, друзья. Какой-то вредный-то, а? Не хочешь нам скопировать. После 8 часов чтения Unreal уже мозги поплавили. Если такая ширина, он иногда не дублируется. Не знаю. Никакой проблемы не было, скажу честно. Я думаю, что если я сейчас поковыряюсь минут 5, я вспомню, как это делать. Скорее всего, как-нибудь особо позорно только что-то потупил. Не поставив какую-нибудь галочку или выдевать. Но тут уже у меня просто нет сил сейчас вспоминать. Ладно, останется вот. Извини, дружище. Голова. У тебя мелковата только, да? Голова мелковата. Голову мы сделаем покрупнее. Вот она. Такая вот будет у нас предвеста. И надо бы ее расположить повыше. То есть придется немножко удлинить шею еще. Где там эти шеи? Можно переключаться между деталями структуры кнопками Page Up, Page Down. Вот я переключился на шею, и я передвину ее и удлинил немножечко. Вообще все эти действия хорошо нужно в локальных косях выполняться. Опять, если мы не культурно наделаем человеческий. Ну вот сейчас голова заняла свое более-менее положенное место. Шикарно. Как привязать тело к скелетам? Существует специальный модификатор, который называется Skin. Кожа. Я применяю его. Нажимаю добавить кости. И вот у меня есть этот самый чарктор. Лучше будет, если я включу просмотр не видя структуру, а видя перечность объектов слоя. И вот все, кроме главного модуля геймчара, это все кости, которые надо выбрать и добавить. Ну там можно еще таргеты вот эти вот не добавлять. Они не являются костями. Просто управляющие детали. А вот тут это еще в андреум, да? Можно и в андреум, пожалуйста. Отлично переносится. Да, как вот здесь все. Да, переносится. Так, все, я отлично перенес, друзья. И теперь можно протестить работу мышц. Не мышц, а envelope, так называемых. Вот я вижу, как у него работает ладошка. Как правило, для того, чтобы протестить, есть специальный файл, в котором персонаж выполняет разного рода движения, по которому понятно, как настроено его тело и насколько оно хорошо работает. Сейчас мы тело привязали и можем сделать какую-то простенькую анимацию. Например, я загружу анимацию ходьбы и все то же самое. То есть, я добавлю ему анимацию ходьбы, войду в настройки анимации ходьбы, активирую анимацию ходьбы, нажиму play, ну и вот он идет. А давайте его прямо отмечать. Не, сейчас в манриле ролик ничего не будет. Даже не надеюсь. А тоже экспортируется так, да, через вводы запросы? Экспортируется, нет, экспортируется он не через наш дейтасмит, а через обычный fbx формат. в максе есть режим, который называется перенос через fbx. И заметьте, да, у него руки не очень красиво себя ведут сейчас, более того, возможно, в руках он должен письмо нести. И вот тут опять сказывается возможность создавать дополнительные слои. Я, допустим, создаю абсолютный слой науки, и я нажимаю такую кнопочку, как настройка, только неправильный слой создал, надо было создавать слой не абсолютный, а локальный корректирующий. Я создаю локальный корректирующий слой. В чем его идея? Он накладывается поверх абсолютного и позволяет какие-то действия абсолютного слоя скорректироваться. То есть я могу взять, допустим, плечо, повернуть эти кости, и мы с вами видим, что у нас пока я в локальном корректирующем слое это делаю, он накладывает свою анимацию на анимацию главного слоя. То есть можно сочетать анимацию двух слоев. Можно передавать с датчик и записывать. Но в Unreal вообще там анимацию так не пишется. Это нужно писать в Motion Builder или здесь, и потом он перекидывается. Интересно то, что здесь есть еще так называемый редактор ладони. Это разные варианты жестов, которые он может показывать или действия, которые он может совершать. Чтобы каждый палец не загибать, есть, допустим, расправленная ладонь, но сейчас смотрится ужасно, потому что кости плот перетягивают и пальцы другие. они не соответствуют масштабу тех пальцев, которые в редакторе записаны. Поэтому я пытаюсь ему придать какую-то форму, и я вижу, что нет. Но я, в принципе, могу выделить указательный средний мизинчик и использовать такие понятия, как Spread, то есть сужение расширения, как Bend, то есть сгиб, Roll, поворот и Carl, загиб внутрь ладошки. То есть можно анимировать пальчики просто по рамкам. Не каждый лично. Это очень удобно, если бы это было привязано лучше, они бы, конечно, согнулись идеально. А это привязка именно в критик? Это в критик. Ко всем скелетам или у этого скелета? Ко всем скелетам. У любого, даже у ящериц можно взять лапку, или у меня тоже так же были бы настройки всех пальчиков. А у меня крыса есть, такая классная. Ну, есть. Вы можете любой скелет сделать. Неважно. Вы можете ставить любой скелет. И вот теперь он у нас идет. Ну, с пальчиком не очень, но все равно идет. И так же можно загружать любую анимацию. Если я, например, создам еще один анимационный слой, у меня уже есть два, я создам новый анимационный слой, он перепишет поверх двух предыдущих, то есть он их заметит. Сейчас новый слой, последний, выключил анимацию остальных. Ну, вот, и можно ему захватить, например, анимацию, можно захватить готовую анимацию, можно взять файл с анимацией, здесь очень интересный функционал. Также можно захватить любой предмет, селекты катарбит, так называемый, чтобы он именно за этот предмет держался, допустим, ладошка. И чем выше будет соотношение прямой к обратной кинематике, например, если должна быть штука, на которую он ладонь свою должен положить, то можно сказать ему, что вот эта ладонь правая, она привязана к некому таргету. Так обычно делают или оружие, только сейчас мы к низу будем перемешиваться, ну, так или оружие кладут в руки персонажей, а вот ага, что-то сдуло, да, так не привяжется, извините, сейчас. Вот у нас точечка-то есть, надо ее привинкить просто. Ладно, сейчас без подготовки не получится там пиво переставляться, сейчас. Вот если я сейчас ее линкну закуплю, например, и скажу, что у нас полностью форвард анимация, вот теперь он будет двигаться, а ладонь его будет приклеена к этому предмету, как если бы он, например, держался за какой-то предмет и облокотился в него. Я возьму сейчас тело и просто подвину чушь, чтобы помнить, о чем я говорю. Если мы хотим ладошку поаккуратнее положить, можно просто переставить. вот теперь получается, как если бы он у нас держался за этот предмет для большей устойчивости. насчет того, что тело вот так некрасиво требуется настройка веса и вершин, вообще говоря, есть автоматическая настройка веса и вершин, она помогает, если модель какая-то совсем простая, и тебе хочется ну хоть как-то ее первоначально поинтереснее получить, то есть, когда тебе еще лень настраивать отдельные веса, но вот это вот безобразие никуда не годится, то можно включить так называемый воксельный солдар, который пересчитывает веса вершин, полчаса их пересчитал, ну и как видите, вот эти вот искривления теперь чуть меньше чувствуется. То есть, теперь у него немножко лучше одежда висит, немножко лучше плечи работают. Хотя все равно по большому счету потом потребуется притяжка каждого участка тела каждой кости, то есть придется выделять прямо группу точек и говорить, что кости они предпочитают в качестве. Скажите, а вот одежда она сама по себе? Одежда здесь, в этом случае одежда это неотъемлемая часть персонажа, это как бы часть его тела, она и является его телом. Есть динамическая одежда. В этом курсе предусмотрено изучение, во-первых, динамической одежды, во-вторых, волос и метра. И вот если мы с вами посмотрим, у нас такой типчик будет в плаще сейчас. но это учебный пример, поэтому настройка плаща самая примитивная. И вот он у нас танцует, а плащ мы видим в закрепленном плечах и развивается. Вот это уже одежда так называемой динамическая, то есть она не является прибитой гвоздями, хотя в двух местах прибитой здесь, но в целом этот плащ является отдельным анимированным объектом, он видит перемещение персонажа и развивается свет за ним. Итак, дорогие друзья, вот есть, да, как я уже говорил, три способа анимации, в курсе больше рассматривается будет кат, но некоторое внимание мы уделим костям, уделим костям и чуть-чуть посмотрим бипед физик, но ровно на кусок, чтобы вы их просто узнавали и понимали, куда-то он ткнулся, чтобы что-то включить, выключить. В принципе, то, что вы делаете и в бипеде, можно потом переносить в кат. То есть, если какая-то красивая анимация выполнена бипеда, можно ее сохранить как трек анимации и потом открыть этот трек в кат. Собственно говоря, это было все, друзья мои. Если у вас есть какие-то в самое время их поздавать, если вы хотите дома поэкспериментировать с вами, нажмете создание, выберите кнопку с треугольником, дальше команда catobjects, catparent, то есть создание родительского объекта. Вам нужно будет нарисовать в топе треугольничек и здесь выбрать выходящий спинет. Ну, допустим, паучок спайда отлично иллюстрирует возможность работы. мышки нет, мышки нету, можно взять что-нибудь похожее. Ну, там есть, ну, да, лошадка есть, ящерица. Ну, придется подбирать ближайший подходящий, пантера у есть. Вот, вместо мышки будет. Паучок очаровательный, да, то есть он очень хорошо показывает, как работает система, может на нем потренироваться. и он очаровательно бегает. Если вы войдете в настройку анимации, добавите слой походки и всего лишь нажмете play кнопочку, то он у вас сразу охотно побежит на месте. Друзья мои, на этом все. Если у вас какие-то вопросы остались, давайте их сюда. Надеюсь, я смел вас развлечь этим вечером. Пожалуйста, друзья мои, до свидания. И на месте пригодите к нам на курс. Постараемся вас научить, как перемирать персонажей. Я перенес еще такие материалы. Отлично. Надо было удалить канал весь это интермождение, которое он строит. И результат получается шаг. Да, посмотри.